Во время своего доклада по проекту социального кодекса вы отметили, что планируется трансформация медико-социальной экспертизы. Это важно, актуально, нужно, потому что напрямую влияет на доходы населения, напрямую влияет на величину пособия и доступ к специальным социальным услугам. Мы это горячо поддерживаем. Вместе с тем нужно отметить, что в прошлом году введение заочной медико-социальной экспертизы не решило проблему коррупционных рисков, несмотря на то, что она проводилась только по медицинским документам без участия освидетельствуемого лица. И весной этого года, а летом уже и на Западе, весной на Ватераусской области антикором возбуждались уголовные дела по коррупционным делам в обеспечении беспрепятственного продления выплат по инвалидности. В связи с этим у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, проект социального кодекса содержит ли какие-то меры, которые позволят все-таки окончательно и бесповоротно обеспечить ликвидацию этих коррупционных рисков, потому что люди с инвалидностью, мы все понимаем, это одна из самых уязвимых категорий. Далее, сохраняется ли в социальном кодексе вот эта разветвленная сеть медико-социальной экспертизы, которая в условиях удаленного назначения пособий инвалидности и экстерриториального определения тоже этой инвалидности, вообще непонятно, зачем они нужны. А что касается Министерства здравоохранения по людям с инвалидностью, у меня вопрос такого характера. Вы предложили что-то в социальный кодекс, что позволило бы повысить эффективность реабилитационных мероприятий? Ведь вы посмотрите, ну понимаем мы, что есть группы инвалидов, у которых не вырастет рука или нога, но есть группы инвалидов, которые через реабилитацию могут восстановиться и даже трудиться, восстановить трудоспособность. Однако, по данным Министерства труда и социальной защиты, количество инвалидов не уменьшается. Поэтому вот есть ли у Министерства здравоохранения какое-то видение, как этот вопрос решить? И, Тамара Басамбековна, второй вопрос по группе старшие пенсионеры. Есть пенсионеры, которые ушли до 1 января 1998 года, и они получают сейчас действительно, как вы сказали, пенсию там 120-160 тысяч тенге. Есть пенсионеры, которые ушли буквально там 3-10 января 1998 года, и они сейчас получают пенсию 87-90 тысяч. И они в течение 12 лет пяти министрам, в том числе и вам, писали всевозможные обращения, я все это видела, читала, о том, чтобы все-таки восстановить социальную справедливость. У них стаж работы 30-40 лет на предприятиях, точно так же, как те, которые получают пенсию в два раза больше, чем они. Вот в социальном кодексе предусмотрены какие-то меры, чтобы все-таки выровнять и восстановить эту социальную справедливость. Спасибо. Спасибо за вопрос по части медико-социальной экспертизы. Сами, значит, вам известно, что начали заученное освидетельствование и по 23-м на залоге, но она осуществилась в рамках, на базе, можно сказать, тех работников, которые работают в МСЭ. Поэтому, значит, с учетом опыта работы, с учетом тех, значит, пробелов, которые мы заметили по итогам этой работы, значит, что делаем? Первое. Внедряем, значит, Институт независимых экспертов, которые будут включены, это будет из числа врачей специализированных и из числа социальных работников, которые работают сегодня на практике среди неправительственных организаций. Правда, они должны иметь все сертификаты и они должны быть включены в реестры. И мы думаем, что это позволит нам более точнее определить, значит, состояние, степень, наверное, ограничения человека и более точнее, значит, дать группу инвалидности или степень утраты трудоспособности. В отношении, значит, нозологии, да, мы, значит, в целом результат показал, что, значит, несмотря на то, что мы это использовали только своих экспертов, но тоже экстерриториально, оно показало более, значит, реальную картину по установлению группы инвалидностей. И в этой связи мы, значит, нозологии с 23 поднимем до 43 в зависимости от подготовленности информационных систем, системы здравоохранения. Сейчас уже подключились к нам 600 поликлиник из системы образования, в этом году они будут продолжаться. По экстерриториальности, значит, на местах будут оставаться отделы и методологии, которые будут разъяснять, которые будут работать с управлением здравоохранения, а вся, значит, документация с информационных систем, она будет поступать в централизованную базу данных инвалидов и оттуда сразу, значит, направляться в зависимости от кода, то есть МКБ, значит, соответствующим независимым экспертам. И после получения уже, когда будет принято консолидированное решение о том, что они соответствуют к той или иной группе, то тогда оно будет направлено к отделу методологии для того, чтобы довести до этого человека. Поэтому сейчас мы, значит, даже своих экспертов, которые будут иметь соответствующий уровень, будем переводить в этот реестр независимых экспертов, но это будет идти поэтапно, чтобы, значит, от этого не пострадали люди. В отношении пенсионеров, значит, старшего, значит, возраста, сейчас я, значит, обратила ваше внимание, да, около 56 тысяч человек, у которых, значит, размеры пенсии, которые вышли до 1 января, размеры пенсии составляет около 87 тысяч, по ним, значит, идут, сразу же скажу, базовые пенсии, потому что мы, значит, увеличиваем размер базовой пенсии для всех, до 2 миллиона человек. Но вы имеете в виду, что мы пенсию назначаем заработная плата, умноженная на стаж. Если этот стаж был до 1 января, 98-го года, 40 лет, там никаких вопросов нет, они получают высокую пенсию. Если этот стаж был после 98-го года, то это все отразится на, то есть в части, значит, базовой пенсии. И третье, если же у них заработная плата была выше, чем 46 МРП, которые мы сегодня имели, то тогда по ним на следующий счет сделаем перерасчет. То есть она с этим должна уже выровняться. По первой части касательно МСЭК, да, действительно, вот Тамара Касановна абсолютно правильно сказала, мы в прошлом году начали пилот, 23 нозологии определили, и сейчас с коллегами с Министерства труда мы совместно расширяем эти нозологии. И в этом году планируем, что те данные, которые сейчас уже уходят в электронном виде, будут расширяться. То есть полностью переход на экспертизу именно через информационные системы. Касательно второго вопроса по совместным предложениям с коллегами с Министерства труда, в социальный кодекс сейчас включаются определенные нормы, например, понятие медицинская абилитация, это то, что касается детей, у которых есть неразвитые функции, то здесь уже новое определение, соответственно, мы будем в рамках новых понятий уже расширять перечень объектов социальных услуг для этой категории граждан. И второй момент, здесь ранее в компетенции местных организационных органов не было четкой регламентации касательно вообще их обязанностей в части разработки индивидуальных программ реабилитации, компетенция управления здравоохранением в части именно реабилитации на уровне региона и так далее. То есть вот эти нормы мы с коллегами совместно включили, соответственно, предполагаем, что благодаря новому социальному кодексу эти нормы будут работать. Спасибо. Если можно, по индивидуальной программе скажу одно слово. Индивидуальной программе, когда писали реабилитацию, как бы больше главенствующую роль до сих пор играла в Министерстве труда. Теперь в социальном кодексе главная роль будет за Министерством здравоохранения. А Министерство труда будет обеспечить координацию и своевременное исполнение. Об этом тоже, значит, было предусмотрено. Продолжение следует... Спасибо.